Доброе утро! Доброе утро, коллеги. Я действительно рад всех здесь видеть. Это одно из первых таких отраслевых мероприятий, которые мы начали делать. Я буквально не отниму много времени, буквально минуты 2-3 хочу просто какой-то контекст задать тому, что происходит. Совершенно очевидно, что цифровые технологии, онлайн-технологии, интернет-технологии за где-то лет 10 произвели серьезную революцию в принципе в жизни людей. И с точки зрения нас как пользователей этих технологий, и с точки зрения нас как бизнесов. Поэтому проникновение онлайна в нашу жизнь это уже скорее даже не теорема, а аксиома. То есть оно случилось. И те, кто это игнорируют, во многом остаются за бортом того, что происходит. Те, кто пользуются и драйвят использование технологий, внедрение технологий, кажется, получают большое преимущество против других, против конкурентов в том числе. В прошлом году в Яндекс задали около 65 миллиардов вопросов. Казалось бы, а 10 лет назад кому эти 65 миллиардов вопросов задавали? Вопросы-то явно не появились, они тоже были. И когда об этом начинаешь думать, то разные мысли приходят в голову. Но это действительно большие-большие цифры и много всего интересного происходит. Поэтому меняется мир и меняется в том числе и Яндекс. Яндекс меняется вот каким образом. Какое-то время назад мы были и позиционировали себя как площадка, где можно размещать рекламу. Мы в какой-то момент придумали контекстную рекламу, придумали вот этот аукцион, наш баннер-крутилку, которая понимает поисковый запрос, ранжирует рекламодателей, выбирает правильную цену, аукцион, технологии, анализ качества, ну и так далее, и так далее. Ребята об этом могут подробнее рассказать. Ну вот мы продавали рекламу. А в этом году, в конце прошлого года мы сказали, что это уже неинтересно. Интересно становиться серьезным бизнес-партнером для наших клиентов. То есть, а, очень четко понимать индустриальные проблемы в целом, б, понимать задачи, бизнес-задачи наших клиентов и становиться таким что ли консультантом для вас в том, вот в этом цифровом мире, где мы, кажется, чуть больше, чем вы разбираемся. Опять же, не задача продать рекламу, задача помочь вам решить ваши бизнес-проблемы, бизнес-вызовы, бизнес-задачи. Это вот то, что мы стараемся делать. И мне кажется, что сегодняшний вот такой форум, семинар, встречи – это результат этой стратегии, о которой я сейчас сказал. Действительно, динамика интернета большая. В этом или максимум в следующем году рынок в деньгах, в рублях, интернет-реклама превысит телевизионный рынок. Это означает, что… Почему это происходит? Происходит, потому что все-таки интернет дает гораздо больше возможностей. Сейчас уже дает. 5 лет назад не давал еще, но сейчас дает. И в плане охвата, и в плане нацельности, и в плане управляемости, в плане аналитики, а того, что же происходит с этим клиентом, который кликнул на рекламу или увидел рекламу и так далее. И то, что стандартный старый добрый телевизор действительно не всегда может предложить. Поэтому очень классно, что вы собрались все это дело пообсуждать. Я уверен, что у нас сегодня и замечательные докладчики, и будет хорошая дискуссия. Я призываю вас также, чтобы это был диалог, а не монолог, потому что в диалоге всегда больше инсайтов, больше знаний возникает, и можно обсудить темы, которые так, может быть, в повестке не включены. Ну и за сим Сергею хочу снова передать микрофон. А у тебя даже свой есть. Спасибо. Большое спасибо, Максим. Да, коллеги, меня зовут Тимохин Сергей. Я вместе с вами буду сегодня весь день. И, собственно говоря, пара слов буквально по формату нашего мероприятия, который будет проходить. Наше мероприятие поделено на две части. Будет небольшой кофебрейк, на него мы вас пригласим. Зал находится там, вход свободный, поэтому все ок, будем отдыхать. И, значит, один еще организационный момент. Все презентации будут проходить в стандартном формате презентации. То есть сначала докладчик читает доклад, потом мы ему задаем вопросы. Касательно вопросов нужно поднять будет руку. Человек подойдет, даст вам микрофон, вы зададите вопросы в микрофон, потому что у нас идет запись. Все материалы мы вам потом перешлем. Ну, собственно говоря, мы можем начинать, поэтому давайте я коротко расскажу, о чем будет мой доклад. Потому что мой доклад первый, мне в этом плане повезло. Я расскажу некую такую вступительную часть ко всем остальным докладам, потому что большая часть из них будет посвящена каким-то конкретным решениям, примерам, кейсам. У нас будут внешние спикеры, которые рассказывают о том, как они уже применяют технологии, либо какие технологии они применяют и рекомендуют применить вам. Поэтому я расскажу немножко в общем об индустрии, что мы видим сейчас. Немножко про Яндекс, про Рунет и про недвижимость в Яндексе. Давайте начнем. Первые несколько цифр хотелось бы просто показать. Это то, каким Яндекс сейчас является. Это порядка 69 миллионов пользователей ежемесячно. То есть это примерно половина всех людей в России. Что касается процента аудитории Рунета, непосредственно которую мы охватываем, то это порядка 84%. Благодаря чему мы это делаем? Ну то есть ни для кого не секрет, что Яндекс в этих миллионах умов пользователей в первую очередь является поисковой системой. Поэтому если говорить о поисковых долях, то на данный момент ситуация выглядит примерно так в России. У нас порядка 56% поисков проходит через Яндекс. Если говорить непосредственно о наших коллегах по цеху, то в Гугле это около 37,6%. Ну и где-то порядка 5,5% мыли. Остальное на других источниках, там чуть менее процента распределяется. Но Яндекс работает не только на русских рынках. Мы также стараемся работать и на внешних рынках. В первую очередь, конечно, так как наш поиск связан со сложной морфологией русского языка, мы ориентируемся на страны ближнего СНГ, но и не только ближнего. Давайте посмотрим, как это выглядит сейчас. Наша доля распределяется еще в Белоруссии, в Украине, в Казахстане и не так давно в Турции. Мы начали активно работать, в том числе благодаря некоторым нашим сервисам, которые мы там внедрили очень хорошо. Яндекс показывает себя с точки зрения поисковой доли. Кто знает, какие сервисы в Турции лучше всего себя проявили или может предположить? Вот, да. Два мужчины, абсолютно правильные ответы. Карты, пробки, навигатор и так далее отлично показал себя в Турции. Он был бесплатный, он всем понравился. И несмотря на сложную манеру вождения и структуру езды в Стамбуле, в частности, в общем, он прижился. Поэтому наш поиск там начал расти. Но в том числе есть там сервисы, с которыми достаточно сложно Туркам взаимодействовать. Например, Маркет. Потому что в Маркете сложно торговаться, а как же продавать товары, не поторговавшись. Вот. Ну, ладно. Давайте тогда опустим наши поисковые доли. Перейдем непосредственно к аудитории Рунета. Для этого Максим уже правильно заметил то, что большое количество пользователей находится на данный момент в Рунете. И, в частности, при помощи коллег из ТНС мы регулярно проводим срезы для того, чтобы проанализировать, кто из них сейчас уже онлайн и как это выглядит. Поэтому мы подготовили этот отчет в том числе для вас и проанализировали количество пользователей в разбивке на Москву, Санкт-Петербург и другие города России от 100 тысяч. И посмотрели то, что на данный момент доля пользователей, проживающих в этих городах, в среднем порядка 80% уже находятся онлайн. Ну, безусловно, заметно то, что в регионах это проникновение чуть ниже, там несколько процентов, но тем не менее, очень значительная часть пользователей находится постоянно онлайн. И если посмотреть динамику, как эта доля изменялась, то мы увидим то, что в Москве и Санкт-Петербурге мы наблюдаем некую стагнацию. Ну, благодаря нашим славным телеком-операторам у нас достаточно хорошее проникновение интернета во всех домах, городах и так далее. Они постоянно работают над увеличением покрытия, над качеством сетей, что непосредственно дает свои плоды, в том числе и мобильный интернет. Поэтому у нас в Москве и Санкт-Петербурге покрытие уже, можно сказать, чуть стагнирует. И самый большой потенциал роста, который мы наблюдаем, он связан непосредственно с регионами. Если говорить про девайсы, из которых пользователи чаще всего выходят, то разбивка выглядит примерно следующим образом. Ну, по-прежнему остаются лидирующими. Это десктопы очень сильно догоняют их мобильные устройства, в меньшей степени планшеты. И вот этот странный девайс, который между Smart TV и планшетом есть. Есть у кого-то предположение, что это может быть? Вот у меня было примерно столько же предположений, когда я первый раз увидел этот график. На самом деле это кнопочные телефоны. С кнопочных телефонов тоже есть возможность выходить в интернет. В частности, вот у нас в группе, которая занимается недвижимостью, тоже есть коллега, который с кнопочного телефона выходит в интернет. В общем, странная вещь. Но он говорит, что трафика меньше есть. В Японии очень распространена эта вещь, потому что там трафик дорогой, и кнопочные телефоны там в фаворе. Так что, если увидите там… Там, кстати, даже некоторые производители раскладушки опять продают. В общем, нравится. Странный рынок. Да, но возвращаясь к нашей презентации, давайте посмотрим о том, какие же люди уже присутствуют в онлайн. Это, на самом деле, один из самых важных слайдов, наверное, с точки зрения аудитории Рунета непосредственно для вас, как представителей, которые работают с недвижимостью, потому что портрет пользователей, который задумывается о том, чтобы купить квартиру или в конечном итоге ее приобретает, достаточно разнообразен. В частности, у нас есть там как молодые семьи, холостяки, родители, которые покупают квартиры своим детям и так далее. И вот здесь мы видим то, что практически все социально-демографические группы практически во всех регионах, то есть будь то это две столицы или это другие города России, у нас проникновение интернета выглядит на достаточно большом уровне. В частности, наверное, сложно коммуницировать пока с жителями 65+. Но я думаю, что со временем эта история придет, и не за горами пенсия, в которой будут самые топовые онлайн-игроки сидеть на пенсии непосредственно. А если говорить о том, с каких устройств пользователи сейчас выходят, то в среднем это 2,5 устройства на пользователей сейчас приходят. Это наш домашний компьютер, разбитый iPhone и планшет. Потому что его за целое устройство не посчитаешь, из-за того, что экран весь такой в паутинку. Но в целом 2,5 устройства и получается. На самом деле примечательно то, что очень растущим сегментом является доля пользователей, которые, как говорится, mobile only. Причем на данный момент это порядка 15 миллионов пользователей. Сейчас уже пользуются только мобильным устройством. И большая их часть находится непосредственно в регионах. Подытожив, на текущий момент в Рунете мы видим практически все группы населения. И нам важно с точки зрения взаимодействия с ними понимать, какие у них сейчас есть интересы. Поэтому мы подготовили небольшой обзор поисковых трендов, которые мы наблюдаем с точки зрения недвижимости сейчас. О них дальше мы чуть поговорим. На первом слайде видна разбивка, как распределяется интерес пользователей между этими сегментами. То есть можно сказать то, что практически 40% пользователей, которые интересуются недвижимостью, в первую очередь они интересуются новостройками. На втором месте идет загородная недвижимость, вторичка коммерческая, ну и элитка там совсем небольшой процент. Коротко о методологии. Как вообще мы все это считаем, потому что в дальнейшем у нас будут слайды, которые расскажут об этом. В целом Яндексу задают регулярно достаточно большое количество запросов, поэтому мы их при помощи наших алгоритмов раскладываем по тем или иным сегментам, создаем словари, полочки и так далее. И в общем смотрят кому, что интересно, и как ему это было интересно год назад, интереснее ли сейчас, ну и так далее. Поэтому очень простая механика. Все из вас с Wordstat знакомы, просто мы с ним знакомы чуть ближе. Вот. И, собственно говоря, давайте дальше посмотрим некоторые сегменты отдельно, на которых мы хотели бы обратить ваше внимание. В целом продающая составляющая недвижимости, то есть те пользователи, которые ищут именно как купить квартиру или как продать квартиру, это, пожалуй, самый большой сегмент недвижимости. Мы видим достаточно спокойную динамику, то есть если сравнивать пропорциональные периоды смещенных годов, то это получается около 1%. Но в целом динамика положительная. И дальше мы увидим за счет чего все-таки основные, какие сегменты являются основными драйверами роста в недвижимости. На этом слайде мы провели анализ сравнения, какими квартирами с точки зрения покупки в первую очередь интересуются пользователи. Ну и здесь, наверное, ситуация абсолютно отражает реалии ваши, которые вы видите в своих CRM-ках или там при выполнении продаж. Мы в первую очередь видим то, что самый большой интерес существует к однокомнатным квартирам, потом к двушкам, к трешкам и четырехкомнатным. Что самое интересное, всплески сезонные на них никак не меняются. То есть в целом пользователи одинаково интересуются каждым из этих сегментов. При этом новостройки на данный момент являются чуть более растущим сегментом. То есть если вся купли-продажа это плюс 1%, то новостройки где-то плюс 3%, что достаточно хороший тренд, потому что мы видим пользователи интересуются ими в большей степени. Это растет, то есть это хороший растущий сегмент, с которым стоит работать. Но не стоит забывать про второй по объему сегмент. Это загородная недвижимость, которая имеет достаточно бурный темп роста. Это порядка плюс 15% год к году. В частности, все эти слайды мы анализировали по Москве и области, поэтому было бы справедливо и интересно посмотреть, а кто же загородом интересуется в принципе по недвижимости. Поэтому мы создали некий топ городов, который показывает нам, из каких городов Подмосковья чаще всего пользователи хотели купить квартиру. Ну и самые большие по объему, здесь, наверное, стоит выделить 4 города. Это Химки, Подольск, Матищи и Люберцы. Вот, собственно говоря, эти регионы больше всего интересуются приобретением недвижимости, в том числе и загородной недвижимости. Если посмотреть на облако запросов по итогам первого полугодия, то выглядело оно примерно так. В частности, отдельным блоком выделяется вторичное жилье, но стоит понимать то, что вторичка в целом имеет чуть меньший набор семантики. То есть, если мы говорим про новые квартиры, у нас появляются такие слова, как новостройки и так далее. Про вторичку здесь чуть сложнее, поэтому есть одна там концентрированная купить вторичное жилье, запрос и так далее. Подводя итог, мы видим то, что сейчас есть часть сегментов, которые растут достаточно плотно, при этом хорошо накладывается объем роста на объем самого сегмента. И мы решили посмотреть на то, как происходят дела в аукционе Директа непосредственно. Так как в первую очередь Директ является одним из основных инструментов для осуществления продаж, в том числе по недвижимости, поэтому мы проанализировали топ-30 рекламодателей в разных областях недвижимости и посмотрели, как сейчас обстоят дела в аукционе. Здесь будет приведено несколько графиков с похожими слайдами, на которых мы увидим то, что какой состав участников, это верхний получается левый график у нас, как распределяется доля кликов и доля расходов между ними и какие у нас сейчас настроения с точки зрения стоимости клика в этих сегментах. Давайте сначала поговорим про жилую недвижимость. Здесь мы видим то, что большее количество это непосредственно сами застройщики, чуть меньше это агентства и базы недвижимости. При этом застройщикам здесь размещаться чуть сложнее, чем другим рекламодателям, потому что ограниченный набор семантики используется, ограниченное количество объектов, что не говоря о базах недвижимости, либо об агентствах, которые могут давать рекламу постоянно на достаточно большой пул объектов, тем самым размывая свою среднюю цену за клик. Поэтому у нас и получается то, что средняя цена за клик у застройщиков порядка 30% выше, чем в среднем по жилой недвижимости. В загородной недвижимости ситуация еще чуть более усугубляется. Здесь и агентств, и базы сравнительно меньше. При этом доля кликов, которые они получают при сравнительно небольших расходах, очень высокая. То есть это на 6% расходов получается 30% кликов от нашего топ-30, который мы рассматриваем. Достаточно интересный нюанс, поэтому средняя цена клика у них минус 80% от среднего значения. Но в целом, вообще говорить, если про загородную недвижимость, то мы видим, что год от года средняя цена клика не растет, и более того, она снижается. Некоторые такие пороги снижения у нас происходят в течение каждого посленовогодних праздников. Где-то в январе у нас цена падает, но она во многих отраслях падает. Но просто в загородной недвижимости она потом не очень растет, что говорит о более, скажем, оптимизированном подходе рекламодателей к своим размещениям. И третий сегмент – это коммерческая недвижимость. Здесь пальму первенства уже забирают непосредственно на агентство по работе с недвижимостью, потому что кусок достаточно лакомый, и, соответственно, выходит на большие объемы по доле расходов, доле кликов и средней цене за клик. Подводя итог к моему докладу, мы на данный момент видим то, что Рунет – это, пожалуй, одно из самых важных СМИ взаимодействия с нашими пользователями, в котором достаточно высокий интерес наблюдается непосредственно к недвижимости. По сравнению с остальными индустриями, где мы наблюдаем стагнацию после всяких сложных перетурбаций в конце 2014-го, начале 2015-го года, в недвижимости сейчас идет достаточно положительная динамика. По крайней мере, ничего не падает, слава богу. И на фоне этого всего активность рекламодателей тоже растет, поэтому дальше мы поговорим уже о тех инструментах и способах взаимодействия с пользователями, которые мы, как Яндекс, можем вам предложить, и наши коллеги непосредственно расскажут вам об этом. А сейчас готов ответить на ваши вопросы. Если таковые имеются, поднимите руку, и мы дадим вам микрофон. А могли бы подготовить топы запросов по новостройкам и посмотреть сравнение трафика десктопа и мобильных? Потому что по-любому есть какие-то запросы, которые набирают больше с мобильных устройств, а какие-то с десктопа. Да, да, конечно, мы можем это посмотреть. Более того, периодически мы делаем такие срезы, и в частности видим то, что в мобайле для пользователей характерны запросы с геопривязкой. То есть это навигационные запросы, либо запросы так называемого моментального спроса. То есть пользователи, которые сиюминутно хотят узнать какую-то информацию. И там длина сессии чуть меньше, чем в десктопе. А сравниваете вы еще корреляцию изменения интереса категориям и накладываете, например, категорию недвижимость, связанную с ипотекой, связанную с кредитами, связанную с автомобильной тематикой? Да, спасибо большое за вопрос. Да, мы анализируем такие моменты. В частности, мы плотно общаемся с нашими коллегами из группы финансов, которые этим занимаются. И на текущий момент два самых больших тренда, которые в первом полугодии были, это был где-то в феврале, наверное. Да, в феврале был большой всплеск интереса касательно господдержки ипотеки. Поэтому была такая достаточно ажиотация с точки зрения недвижимости, продаж. И второй момент, который мы сейчас видим, но он продолжающийся тренд, это военная поддержка ипотеки. И тоже всплески коллерируются между финансовой составляющей и составляющей недвижимости. Ну, безусловно, если посмотреть в общем объеме, то количество пользователей, которые интересуются военной ипотекой, или, допустим, господдержкой, оно не такое большое в общем объеме всего рынка купли-продажи недвижимости. Но, тем не менее, если рассматривать какие-то конкретные участки с всплесками, то корреляция есть. Спасибо. Хорошо. Спасибо, коллеги, тогда за внимание. Давайте мы плавно перейдем к нашему следующему докладу.